Время у нас 12 часов, решил я развести костер и перекусить надо. Собачки верные подбежали. Все, место, место, место. Дай костер убить. Все, на место. Не мешайте, на место. Сейчас разведем костерок. Пустой моряки. Перекусим. Все, на место. Перекусим. Воды наберем. Хороший раз занялся. Тепло сегодня, погодка хорошая. Сейчас хорошо разождем. Дым идет, значит будет огонь. Огня, как говорится, не бывает. Давление холодильнике сегодня. Низковатое. Ничего-то горится. Думаю сейчас займется. Качеводчик. Армейский. Стермос брать не стал. Уже весна. Главное не рухнуть. лед поднимем. Д рухнуть. Довольно поднимем. Пумыть. Далее. Сверхл Catalog. Внушим. Далее. не хотел я топор доставать видно придется достать топор так как рубить уйдет в лед так воды не набрать небольшой топорик пристичный так туристически все я делаю ну вот костер у нас данился большой нам не нужен припитить воду достаточно перегорит пока воду убираю дровишко помошу коктёр перегорит немножко пойдем за водой так Девушки отдыхают Продолжение следует... 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 Самому интересно, как дверь сейчас перемещается, что когда птицы начинают первые прилетать, пока нету ни куликов, никаких на болоте не прилетели. Ястреба вовсю летают, уже все прилетели, но обычно в это время прилетают щибисы, попозже чайки начинают на болоте вылетать. Пока нету никого, значит погода еще прохладная, заморозки, ничего нет. Зверь, как я вам говорил, только мелкий, крупный зверь сейчас режет ноги, ходить тяжело, потому что днем отпускается, нас начинает в провал идти. Но держится, есть порядка пяти лосей, живут, пусть живут, никто их не трогает, не обрезает. Я очень большим кругом, чтобы их не стронуть, прохожу, как минимум километр до них не дохожу большим кругом, и все спокойно у них живут. И приплод должен быть, корова там есть, так что все нормально. Ну вот чай уже почти закипел, уже по стенкам идет дымок. Тут, видите, поднимаются. Сейчас подложим дровишек с боков, веточки перегорели, сейчас мы их вовнутрь положим. Красота! Всем, кто занимается охотой, с собаками, и так просто. Советую ходить в лес постоянно, чтобы знать повадки зверя, когда он прилетает, как он дневует, как он утром себя ведет. Не обязательно всегда добывать, нужно наблюдать. То есть, когда вы все это изучите, как зверь ведет себя на дневке, где он устраивает ночлеги, где он держится, в какое время года, и где он держится, тогда у вас будут всегда продуктивные охоты. А если вы будете охотиться, грубо говоря, ходить только в сезон, надеяться на дядю, что он на вас научит всему, покажет, как охотится, что приведет куда-то на охоту на свои места, то вряд ли вы станете настоящим охотником, и ничему вы не научитесь. Будете всегда ждать, когда вам все покажет. У меня охота больше дрова ломать, так как должно этого хватить, мне тут костер большой не нужен. Вот летят два ворона. У воронов тоже сейчас брачный период начинается. Кричат, парами летают, бывает и больше, над болотами кружат в основном. Март, весь апрель. Сегодня у нас 9 число, бомбическая погода. Котелочек зашумел. Слышу, как шумит. Это кипает, значит. Да. Всего докипает. Отдавлю его повыше на огонь. Удобно, с решетками удобно. Открывать уже не буду, все уже кипит. Сейчас заварку заложим. Самому перекусить. Просто замечательно. Вся и закипел. Стала и водичка, сейчас покипит. Все, полностью закипел. Надо снимать. Заварку, когда заливаешь, может взвелиться. Вот мои. Какую-то белку заорали. Заварим покрепче. Мара там белку, похоже, отрабатывает. Поели они. Все, надо снимать. Пошло. Пошло дело. Все. Закрываем. Ждем, когда заварится. Решетку тоже можно снять. Чертой. Тойкий следок сюда. Обратите. Закрываем. Смотрите продолжение в следующей серии. Вот, друзья, как я и говорил, чтобы не мусорить в лесу, спокойно взяли и все сожгли. Все сгорит, не оставляя следов. Ни разу я не оставлял ни пакетов, ни банок. Все либо уносил домой, либо сжигал. Сейчас ждем глухаринных таков, пекерелинок. Лучше прилетит. Весна с полным ходом наступает. Тепло. Пойдем на такат смотреть. Здесь порядка трех-четырех таков. Надо проверить, сколько петухов. Две лица или лица, как минимум. А может и больше. Вот такой вот истинок. Ну, как у нас чай дошел. Да, лаварка опустилась. Все замечательно. С лепочкой. Примешать. Ну вот, все. Сейчас перекусим и пойдем дальше. Все, всем хороших выходных. Ходите в лес. Гуляйте. На рыбалку ездите. Занимайтесь любимыми делами. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.